Ну, что? Раз, два, три, ёлочка, гори! Вроде у меня всё заработало. По крайней мере, я вижу, что в прямом эфире у меня играет новогодняя рождественская музыка. Горит труба в нашем домике. А значит, можно начинать. Всем доброго утра, плавно переходящего в добрый день. Сейчас я немножко всё-таки выключу нашу праздничную музыку, чтобы меня было слышно. Знаете, я тут поняла, что... Ну, во-первых, сегодня первый день зимы, и это здорово. Во-вторых, осознала, что ровно год назад я вела свой последний эфир на Сиреневине. И ровно год назад мы с Асей Ванякиной здесь, в эфире, ну, каждая, естественно, в своём, начинали первый день зимы. И это натолкнуло меня на мысль, что Сиреневине становится очень классной традицией. Четвёртый год уже. Юлия Рэмпель, я знаю, что ты меня будешь смотреть. Во-первых, тебе куча благодарностей за всё это чудо, которое случается с нами в начале зимы. Во-вторых, прошу тебя, позволь застолбить за собой эфир через год, ровно 1 декабря 2024 года. И о чём же мы сегодня будем говорить? Во-первых, в нашем сообществе таких волшебников и фей, которые собираются для того, чтобы на Сиреневине вам что-нибудь наколдовать, попросили обязательно сообщать, можно ли смотреть этот эфир детям. Не то, чтобы мы говорили там что-то такое невероятное, но иногда действительно для детей хочется сделать сюрприз. А я решила, что этот эфир не только что можно, его нужно смотреть с детьми. И, возможно, это будет именно тот эфир, который хочется детям посвятить. Поэтому, если у вас дети возраста, наверное, уже школьного, ну или почти-почти предшкольного, можно смело подвигаться голубым экраном, потому что сегодня мы с вами будем обсуждать то, откуда у нас вообще пришёл Новый год. Вы знаете, давайте я, наверное, пару слов скажу о себе, кто я такая. Меня зовут Алёна, Алёна Шкарина, и я являюсь профессором в школе магии. Школа этой магии находится на самом юге Москвы под кодовым названием «Мастерская Тома Сойера». Туда можно прийти, потому что там проводятся всякие разные чудеса. Например, там можно детям очень много играть, и никто не скажет тебе, что ты занимаешься какой-то ерундой. Иди срочно учись. Там можно очень много экспериментировать. Тебе всегда скажут, что молодец, пробуй ещё. Там проводятся очень классные праздники. Мы делаем волшебные дни рождения. И вот я не очень люблю слово «директор школы». Вообще, честно говоря, мне кажется, что это очень важное. Это подходит, например, для Дамблдора, который с бородой. Я пока бороду не отрастила, поэтому я буду просто магистром школы волшебства. Но и мне действительно очень хочется делать сегодня эфир, который будет понятен не только взрослым, но и детям. Поэтому, как в школе, я сегодня разбила всё по небольшим парадоксам. И я знаю, что в школе детям и детям всегда говорят, что нужно хорошо учиться. И один из любимых школьных поэтов и писателей является Александр Сергеевич Пушкин. Вообще говорят, что Пушкин – наше всё. Поэтому сегодня, дорогие дети, после эфира мы с вами должны будем ответить на несколько важных вопросов. Вопрос номер один. Знал ли Пушкин песенку «В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла»? Писал ли Пушкин письма Деду Морозу? Вот, кстати, у меня будет вопрос сейчас для всей текущей аудитории. Как вы считаете, Пушкин писал письма Деду Морозу в прозе или в стихах? Как любил писать письма Пушкин, наш великий поэт и писатель? И сколько раз нужно было пройти Пушкину вокруг ёлочки хороводом, чтобы получить от Деда Мороза на Новый год подарок? Итак, параграф номер один. Ну, повторюсь, для родителей я немножко обещала, что мы будем чуть-чуть так делать, так, чтобы эфир могли дети смотреть. Вообще расскажу, с чего появилась идея такого эфира. Появилась она вот с чего. Когда была маленькая я, то никаких адвент-календарей, которые существуют сейчас и очень популярны, и мы с вами ещё немножко поговорим об этом в конце эфира, не существовало. Но, будучи маленькой, ну, понятное дело, что когда я ходила уже в школу, был первый, второй, третий класс, естественно, в школе есть расписание, и ты знаешь, что у тебя будет скоро 31 декабря. Когда ты совсем маленький, как ты мог понять, в то самое далёкое школьное, дошкольное время, когда не было адвент-календарей, тебе только говорят, что будет Новый год, что этот Новый год действительно скоро будет, скоро он будет наступать. Происходило это всё, почему? Потому что, во-первых, падал снег, как сейчас, в Москве появлялись сугробы. Во-вторых, у нас в семье всегда наряжали окно вот такой вот красивой гирляндой. Здесь не очень хорошо видно, но вот у меня с тех пор гирлянды – это ассоциация с Новым годом. А главное, появлялись мандарины. В моей семье, кроме мандаринов, появлялись ещё бананы. Дело в том, что в те времена мандарины и бананы завозили именно к Новому году. Бананы покупали зелёные. Вот сейчас в это несколько даже сложно поверить, мы такие не берём, наверное. Но покупали бананы зелёными, их долго-долго хранили в тёмном месте. Я помню, как нам с братом выдавали эти бананы, и к Новому году они появлялись. Иногда на Новый годный стол бананы не успевали до конца созреть, поэтому я знаю вкус немножко неспелых бананов. Но нам они казались всё равно самыми вкусными. И вот у меня прямо в руках мандарин. Я даже его сейчас почище, чтобы это самое настроение мандариновое себе создать. Я подумала, что для нас, для тех людей, которые выросли когда-то в 80-е, в 90-е годы, Новый год пахнет мандаринами. Вот у меня действительно сейчас просто запах мандаринов. А для тех, кто сейчас ходит в первый класс или дошкольникам, мандарин, к сожалению, новогодние ассоциации уже не имеет. Почему? Потому что мандарины можно купить в любое время года, везде и вообще в соседнем магазине. И мои дети, когда я им задала вопрос, Новый год пахнет мандаринами, они сказали, да, мама, потому что ты об этом рассказывала, потому что мы каждый год делаем мандариновые звёзды. Вот, ну то есть у них немножко другая ассоциация. И мне в связи с этим подумалось, что действительно каждый раз и каждый год и каждый период свой есть какие-то свои традиции отмечания Нового года. Вот сейчас у нас пришли активно две календари, это очень здорово, когда-то Новый год пахнет мандаринами, а когда-то были времена, то есть каждый раз это какие-то новые атрибуты. А были когда-то времена, когда, например, вот без такого простого устройства, я его сейчас покажу в эфире, не обходилась ни одна ёлка. Это было лет сто, сто двадцать, сто пятьдесят назад, я его нашла. Это, правда, современный вариант, выглядела эта вещь по-разному немножко, но суть её сильно не менялась. Это была такая прищепочка, которая что-то держала. На самом деле, если вот не сказать, что это прищепка, которая что-то держала, вот сюда вот можно что-то положить, то, может быть, не сразу ты догадаешься вообще, что это такое. Между тем, без этого простейшего предмета ни один Новый год в семье или где-нибудь в другом месте не обходился. Потому что, потому что, эта вещь была держателем для свечки. Я вот сейчас сюда прикреплю мою, уже заранее готовую свечку назажигать, пока не буду. И вот, менялись темы, менялись, меняла история, направление. Мы сегодня с вами будем разговаривать. Будем разговаривать о том, что поменялось в нашем Новом году за эти 150 лет. Я, Юля, вижу, что пишет, что до сих пор на Рождество зажигает вот это. Это, на самом деле, фантастика. Потому что я такие уже в своём детстве не застала. Я только о них слышала. Но то, что действительно не было электричества и нужно было как-то вот эту ёлочку заставлять зажигаться, вот она и раз, два, три ёлочка горит, это действительно было нужным атрибутом. Я вам хотела сегодня немножко копнуть в историю. Вот у меня параграф номер один для наших детей и слушателей. Откуда и вообще и как появилась ёлка? И, дорогие дети, есть такие люди, которые называются историками, антропологами, люди, которые являются археологами. И им очень интересна история. Им интересно не только то, как живут люди сейчас, им интересно, как люди жили тогда. И вот эти историки-антропологи выяснили, что когда-то очень давно на территории, так скажем, современной Германии, с современных Ниндерландов, в общем, на некоторой части в Европе жили кельты или галы ещё, как их называли. И вот у них, оказывается, была традиция, которая, неважно для чего она существовала сейчас, это никакой роли не играет, но они ходили в лес, находили самую большую и красивую пушистую ёлку, и эту ёлку наряжали. Ну, естественно, то, как они умели это делать. То есть это могли быть какие-то красивые бусы, это могли быть какие-то тряпочки. Ну, естественно, в тёмный лес ходить в темноте было не очень комфортно. Они с собой брали какие-то огниво, свечи и тоже так украшали ёлку. Вокруг неё делали кострища, водили какие-то хороводы, делали свои ритуальные танцы. И это была регулярная традиция. Наверное, в какой-то момент они поняли, что просто так в зимний лес ходить иногда можно замёрзнуть. Ёлка стала помещаться всё ближе, 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 ближе к дому, и в итоге поселилась в домах. И когда пришла пора отмечать какие-то христианские праздники, когда пришло христианство, то таким образом ёлка никуда не делась. Она стала символом Рождества. И более того, даже существует целая история. Она, история, пришла к нам из Германии в том, что когда-то, очень давно, когда родился младенец Иисус, все деревья пришли его поздравить. И только одна ёлочка, она опоздала, потому что ей пришлось идти очень-очень-очень издалека, очень издалека. Она пришла, и когда уже все деревья, кто-то подарил груш, грушевое дерево, кто-то подарил яблочко, яблоневое дерево. А ёлочка только одна скромно стояла на входе. И вот существует такая история, что младенец Иисус посмотрел на ёлку, а она вся сверкала в огоньках, потому что на ней таял снег, и месяц лунный на неё светил. И это было тайно красивое, невероятное переживание вот этой ёлки в огонёчках. Ну и все деревья поняли, что у ёлки, кроме иголок, ничего нет, и все поделились с ней этими плодами. Кто-то дал ей яблочко, кто-то грушу. И с тех пор ёлку принято на Новый год, на Рождество украшать. Вот такая вот существует красивая легенда, история, почему украшали ёлку. Эта история, естественно, детская, но она перекочёвывала из книги в книгу, и каждый ребёнок в Пруссии, в современной Германии, эту историю, я думаю, знает Юлин, скорее всего, не даст соврать. Но смотрите, где находимся мы в Москве, где находились кельты. Сейчас ёлку украшают по всему миру, и даже на других континентах ставят ёлку. Каким-то образом ёлка всё-таки пришла и распространилась. И каким образом это случилось. А случилось это, не знаю, как случилось это в Северной Америке, но в Россию ёлку привёз кто? Конечно, Пётр Первый. Был у нас такой царь и император. Он привёз эту ёлку, потому что он много ездил по европейским странам, учился там, и ему очень нравилась традиция того, что в Германии ёлки украшают. Он тоже приказал ёлки у нас украшать. Ёлками обязательно надо было на Новый год, но не внутрь ёлку вносить. Это очень важно. Украшать жилища свои снаружи. Вот. Ну, Пётр Первый на самом деле много всего разного приносил. И это был его царский указ, императорский указ в 1700 году. Представляете, это было 323 года назад. Ух, как давно. Но Петра Первого, к сожалению, через какое-то время не стало, а люди почему-то не стали соблюдать эту традицию. Русские люди. И на целых сто лет об этом забыли. Точнее, украшали ёлками. Действительно, их ставили. Но ставили их даже не на новогодние праздники, а бывало, что на целый год. Ставили их в кабаках. Точнее, около кабаков. Или на вершинке где-нибудь кабаков. И то, что современные дети знают как слово бар или трактир. И многие даже говорили, ну, этот пошёл вот в трактир, потом там где-нибудь уснёт под ёлочкой. Выражение, оно на самом деле уснул под ёлочкой, оно не просто так откуда-то взялось. Я расскажу сейчас, конечно, такая-то будет история более для детей, более старших. Но тем не менее, почему я стала исследовать, почему эти ёлки, почему она у нас так долго не приживалась. И нигде в открытых источниках, вот так вот, чтобы взять и проверить этот факт, я не нашла информацию. Но несколько лет назад была на экскурсии с очень интересным историком. Экскурсия была посвящена, опять же, новогодней ёлке, традициям новогодней ёлки в Третьяковской галерее. И мы там ходили, смотрели, как рождественские праздники отражались в искусстве. И вот этот очень интересный человек, экскурсовод и историк, помните, я вам, видите, говорила, что историкам всегда интересно, что было до этого. Он предположил, точнее сказал, что есть такая гипотеза, почему ёлку не хотели принимать особенно в крестьянских домах. Ну, во-первых, было непонятно, зачем вообще её себе тащить. Но главным образом, если у кельтов ёлка была таким символом того, что это вечное красивое зелёное дерево, которое можно украсить, и вокруг которого ты совершаешь какие-то ритуалы, то в России тоже знали, что это дерево вечно зелёное. Но провожали с помощью этого дерева людей в последний путь. Когда человек уходил в мирной, то при выносе его из дома ему всегда кидали лапник. Когда он уже уходил, ему кидали, клали лапник по дороге. И лапник – это такие ёлочные, ёловые, большие или маленькие, но в ветви. И вот я могу сказать совершенно точно, что мне кажется, эта теория очень правдоподобной. Почему? Потому что, когда, опять же, я была младше, выросла я в небольшом посёлке, в научном городке около Москвы, в Подмосковье. Так вот, только совсем недавно там перестали такой лапник класть. То есть я, когда помню, что шла из школы, у меня была другая ассоциация. Я шла из школы, мы с подружками видели, что везде раскидали, разложили этот лапник. И было немножко не по себе. Мы знали, что человека в последний путь отправляют. И это действительно, эти ветки, они много к тебе были разбросаны. Ну, не разбросаны, а выложен путь человеку, когда он уходил вот в последний свой путь. И мне тогда была совсем другая ассоциация. Мне наоборот казалось, я не понимала, как ребёнок, почему такое красивое рождественское новогоднее, точнее дерево, вдруг почему его ветки выкладывают вот по такому поводу. А люди в деревнях думали ровно наоборот. Вот, 200-300 лет назад. Почему это мы должны то дерево, с помощью которого мы в последний путь провожаем, вдруг в дом вносить и его ещё каким-то образом украшать. Вот не знаю, вы тоже напишите мне, пожалуйста, как вам такая теория. Кажется она правдоподобна или не очень? Повторюсь, что это одно из мнений от историков, которые я слышала. И больше я в открытых источниках такой информации, подтверждения его не нашла. Но я вообще в целом не нашла. Почему вообще ёлку отказывались ставить? Может быть, она казалась какой-то традицией немецкой, не нашей. Потому что действительно ёлку в дальнейшем принесла нашу традицию, когда у нас была великая императрица. Вообще при рождении её звали Шарлотта. И эта Шарлотта в дальнейшем стала великой императрицей, которую звали Александра Фёдоровна. Она была женой будущего императора Николая I. Представляете, сколько я вам сейчас имён всяких разных, дети дорогие, называла. И она была по происхождению... Я не зря сказала, что звали её Шарлотта, потому что по происхождению она была немка. Тогда эта страна называлась Пруссия. И тогда разные императорские дворы старались сделать так, чтобы было как можно больше родственных связей, и выдавали замуж своих, допустим, дочерей за прусских принцев, князей и так далее. И наоборот. И получилось так, что к нам приехала как раз-таки эта принцесса Шарлотта, которая стала Александрой Фёдоровной. И каким-то образом она своего будущего супруга, наверное, прошло уже действительно с того момента, когда Пётр I сдал указ, прошло уже больше ста лет. Это был 1818-й год. Ёлку, 5, 100 лет это много. Это бабушки, дедушки прожили, ещё одни какие-то люди народились. И все уже начали про эту традицию, естественно, забывать. И вот она взяла и решила устроить, потому что она была из Германии, а там ёлку наряжали. Она решила своим детям, и не только своим, вообще детям императорской семьи, и тем, кто был приближён к императорскому двору, она решила устроить ёлку. Ну, это тогда называлось не ёлка, это называлось тогда Рождественская встреча 25 декабря. И эту ёлочку она у себя нарядила. Такой хороший вопрос. Я, конечно, сейчас дам ответ на него, естественно. Какого размера была эта ёлка? Я просто даю пару секунд на подумать. У каждого из вас будет свой вариант, я думаю. Ёлочка эта стояла на столе, была совсем небольшого размера. Ну, я, конечно, могу ошибиться, она могла быть выше или ниже, но, тем не менее, она вполне себе могла встать на стол. Представляете? Александра Фёдоровна поставила эту ёлку на стол, украсила её, разложила подарки и позвала детей, которые были из императорской семьи, её дети, дети приближённых. И опять же вопрос. Позвала она их к восьми часам вечера. Как вы думаете, когда дети разъехались? Наши дети сейчас вообще, мы все привыкли, что мы Новый год отмечаем так, что мы не спим, мы встречаем бой курантов. Разъехались гости, уже сидели в своих каретах в девять часов вечера. То есть в восемь часов Александра Фёрдоровна всех позвала, а в девять все разъехались. Это было очень короткое действие, на самом деле. Меньше часа длился этот праздник, когда дети увидели впервые сожжённую ёлочку, наряженную ёлочку, и когда каждый из них смог получить свой подарочек. Но представляете, как этот праздник детей императорской семьи, а императорская семья, я думаю, что достаточно много всего разного видала, как он впечатлил этих детей, что с тех пор в императорской семье стали каждый год эту ёлку ставить. И уже в следующем году прошла более крупномасштабная ёлка в Аничковом дворце. Естественно, что это, конечно, впечатлило не только нашего детей императора, и пошёл слух о том, что это действительно очень красивое действие, красивое зрелище. ёлочку делали именно для детей. Ёлка стала постепенно, постепенно брать популярность. Это не было сразу каким-то невероятным действием. Но ёлка стала популярность набирать, и лет через 30 даже уже была, я вам даже сейчас скажу, это для взрослых, конечно, информация. Смотрите, 1818 год, первый раз Александра Фёдоровна поставила ёлку, и 1852 год, смотрите, сколько времени прошло, на самом деле немало, когда ёлка впервые стала достоянием общественности. А до этого она потихонечку, постепенно появлялась в семьях богатых людей. Сейчас поменяю её нам немножко. Появлялась в семьях богатых людей, и появлялась в семьях помещиков, появлялась, точнее, сначала это была дворцовая знать, и появлялась в семьях богатых людей, и потом, ну, в крестьянских семьях, сразу вам скажу, что ещё долго-долго, опять же, не приживалась. И даже существует такое предположение, что с появлением в семье императора новых детей для каждого из них в Аничком дворце ставили отдельную ёлку. По крайней мере, вот как раз-таки на этой лекции, которая была посвящена тому, как рождественская ёлка отражалась в искусстве, отражён Аничком дворец, изображена вся свита, вся знать, и там стоит много ёлок, не меньше семи. И представляете, дети, как здорово, когда у тебя есть своя персональная ёлка. Может быть, наоборот, это не здорово. Не знаю, напишите своё мнение. Интересно ли вам было бы, чтобы у вас была своя персонально нагряженная ёлка, под ней были только ваши подарки, никто не мог к ней больше подойти. Но вот, тем не менее, вот так вот постепенно ёлка набирала популярность. И давайте перенесёмся ещё лет на 30 вперёд, когда это уже был конец 19-го, начало 20-го века, когда ёлка действительно завоевала сердца. Ну, на самом деле, этому ещё очень здорово. Конечно, способствовала любовь к книгам Гоффманок. Как появился тогда щелкунчик, он был очень популярный. И вот, представляете, как тоже щелкунчик, он и в наше время хорошо известный персонаж, и хорошо известная книга. И тогда в России тоже именно эта книга сделала ёлку популярной, потому что там есть именно этот момент, как Марис с Фрицем, они очень ждали эту рождественскую ёлку. И вот здесь вот мне хочется сказать ещё несколько важных моментов, что эта ёлка была только для детей в тот момент, когда её ставили. Когда они появились общественно, там уже и даже взрослые ёлки появились, и ставили её в домах, находили для этой ёлки самое красивое место. Детей туда никогда не пускали. Точнее, давайте так, сначала не пускали туда детей, и делали этот праздник только сюрпризом, большим сюрпризом. Детей под каким-то предлогом отправляли гулять куда-нибудь, не закрывали замочные скважины, чтобы ни в коем случае они не подглядывали, не пускали их внутрь, потому что дети должны были получить вот этот вот, как бы сейчас можно было сказать современным языком, пау-эффект. Это же на самом деле невероятно здорово, когда ты заходишь, у тебя загорается свечка на ёлочке, когда эта ёлка вся сверкает. Поэтому делали это всё совершенно точно в тайне от детей, и ставили им такие ёлки. А вот дальше тоже очень интересный вопрос. У меня в этом параграфе, скоро мы закончим параграфом истории ёлки, и перейдём к параграфу 2. Чем эту ёлку наряжали? Сколько ёлка жила? Это очень хороший вопрос. Я вчера задала этот вопрос своей младшей дочери, ей сейчас 11 лет. И мне казалось, что она уже очень много знает про ёлку, потому что мы что-то постоянно с ней обсуждаем, я ей рассказываю. Вообще мне очень нравится история вот такая живая, когда её можно потрогать, когда можно не просто цифрами что-то понять, когда ты видишь быт человека, его привычки и так далее. И она мне говорит, ну, наверное, месяца 2. Вы тоже предположите, сколько жила в тот момент ёлка, когда её ставили. Я паузу буду давать коротенькие, но чтобы просто у вас было предположение. Смотрите, на самом деле ёлка жила во многом не больше одного часа, а иногда и получаса всего. Помните, я вам рассказывала, как во дворце Александра Фёдоровны действие продлилось всего от 8 часов вечера, и в 9 часов все уже по своим каретам разъезжались. Казалось бы, почему? Потому что дети ёлку ощипывали, или, по-другому говоря, грабили. Помните, у Астрид Лингрен есть разграбление ёлки, у Пеппи длинный чулок. И вот нам, конечно, сейчас, современным детям, да и не только современным, кажется, какая-то дичь. Какое разграбление ёлки вообще, о чём там идёт речь? На самом деле это действительно традиция. Потому что сначала, конечно, все с восторгом, с замиранием сердца смотрели на эту ёлку. Ну, во-первых, на ёлке висели подарки. Во-вторых, там висели разные сладости. И, конечно, в какой-то момент детям давали отмашку и разрешали эту ёлку просто действительно разграбить. Так, сейчас я поменяю нашу свечку. Мне хочется, чтобы в нашем домике продолжал гореть свет, чтобы домик оставался с горящей трубой. И вот таким образом ёлка жила совсем недолго. Я не могу сказать и не буду вам врать, что это было везде и повсеместно, но всё равно знать об этом нужно, что ёлку действительно просто отдавали на ощипывание или на разграбление детям, что в конечном итоге она оказывалась на полу. И эту ёлку, у этой ёлки отрывали не только вообще. Нам-то, конечно, кажется, сейчас это немножко даже дико и варварски, возможно. Но это была такая смена настроения. Сначала ахнуть и охнуть, какая она красивая с замираниями сердца, а потом радостно бежать, забирать с неё подарки. И даже говорят, что разрешали ветки у этой ёлки отрывать. То есть у детей был полный просто восторг от того, что с ёлкой можно делать всё, что угодно. Ёлка жила немного. Но естественно, что это было не везде и не всегда. На самом деле порой просто с ёлочки срезали подарочки, срезали украшения, аккуратно отдавали. И каждый день, другая традиция, немножко позднее она пришла, когда каждый день детям, детей запускали в залу, каждый день сочельника зажигали свечку и каждый день давали подарок. Мне эта идея нравится, честно говоря, несколько большей возможностью этой ёлкой полюбоваться. Ещё хотела сказать такой очень интересный факт. Прямо сейчас уже практически закончили мы с первым параграфом. Знаете, сколько их много? Надеюсь, только успеть. Почему ёлка-то у нас теперь стала большая? Ведь на самом деле ёлка изначально была маленькая, действительно маленькая. Вот она умещалась на столе. Но потом, естественно, что поскольку ставили ёлки очень богатые люди, ёлку же надо было как-то наряжать, она же не просто-то её поставила, она должна быть наряжена. Конечно, в крестьянских семьях вообще не знали о такой традиции и не понимали, зачем это нужно делать. А вот наряженную красивую ёлку ставили, естественно, только в богатых семьях, которые могли себе это позволить. Ещё и подарки всем раздать. И со временем, естественно, русская душа, уж коль любит-то королеву, люди стали друг перед другом этой ёлкой хвастаться. Сначала ёлки стали ставить на пол, потом эти ёлки стали с пола расти в потолок. В итоге просто действительно находили богатые люди самую большую ёлку, чтобы впечатлить своих друзей, соседей, чтобы позвать всё и показать им, что у них есть возможность эту ёлку украсить. И что столько у них есть разных игрушек, разных красивых и необыкновенных, которые позволили бы вот огромную-огромную ёлкой всех впечатлить. Такую ёлку, я думаю, что уже было очень тяжело грабить и очень тяжело было щипывать. И, скорее всего, эта ёлка действительно уже начинали просто любоваться. Ну а в императорском дворце я вам говорила, что, представляете, на каждого ребёнка была своя ёлка. И это было прям огромное запоминающееся действие. С параграфом одним закончили. Выяснили, откуда у нас вообще появилась традиция ёлки. Переходим, дети и взрослые, к параграфу номер два. Чем же ёлку наряжали? Я пока подожду ваших предположений, я вам покажу, потому что это на самом деле очень интересная и важная тема. я вам покажу некоторые игрушечки, которые, возможно, узнают ваши родители. Потому что эти игрушечки, они появились в моём детстве. Мне просто очень хочется эту тему обязательно осветить и проводить параллели с тем, как это было в моём детстве, как это происходит сейчас и как это было 150 лет назад. Мы же с вами не просто говорим, а говорим о том, как история живо развивается. И вот смотрите, у себя дома я храню, например, такую игрушку. Скажите, у кого такая игрушка есть или была? Это стеклянная игрушка. Я не могу вам сказать историю её. Возможно, это игрушка ГДРовская, возможно, это игрушка уже советского производства. У меня есть такая красивая игрушка. Я её очень люблю. Вообще, она должна сказать, что такое немножко лирическое отступление личной истории. Но я думаю, что она знакома большинству детей и родителей. Что когда, конечно, была возможность ёлку наряжать, естественно, мы с вами вот сейчас только что проговорили, что ёлку до ёлки сначала не допускали детей, чтобы они её наряжали. Дело для неё большим сюрпризом. Но когда ёлку перестали так активно грабить, то ёлку детям разрешали наряжать тоже. И вот я помню своё детство, когда мы с братом наряжали ёлку. Наши родители доставали игрушки с антресолей. И каждая игрушечка нам была завёрнута в газету, потому что игрушки эти очень легко и быстро бились. Я вам сейчас вторую игрушку покажу. Скажите, был ли у кого-нибудь такой очаровательный Дед Мороз? Ой, точнее, снеговичок. Это всё игрушки, которым уже не меньше, наверное, 40 лет. Вот эти вот игрушечки. Они у меня висели когда-то на ёлке, когда я была совсем маленькой. Вот. Или вот сейчас я вам покажу, какая здесь у меня была игрушка потрясающая. Да, вот такая. Вот такие игрушечки тоже были повсеместно. Видите? Мне кажется, такие были у всех. И вот мы с братом разворачивали каждую бумажечку. И в этой бумажке не знали, что за игрушка будет под ней скрывать. То есть мы видели, что либо это что-то очень большое, либо что-то очень компактное. Но каждый раз это был такой потрясающий эффект. Развернуть и посмотреть, а что там внутри. Я покажу вам ещё несколько игрушек. Вот. Эта игрушка, мне кажется, на меня от мамы перешла. И мне кажется, что ей уже лет 60, тоже не меньше. Смотрите. Все эти игрушки, они стеклянные. Вот такие вот мальчики, девочки. Вот такие вот домики. Всё это тогда мы доставали. Клубнички. Ой. Клубнички. Всё это тогда мы доставали из закромов. Такая вот птичка. У меня здесь есть две птички. Я вам ей покажу. Вот. У одной из них, к сожалению, прищепочка потерялась. Вторая она всё ещё на прищепке. И видите, все эти игрушки очень... А, вот я вижу комментарий. Гимназист. Да, да, да. Это гимназист. Точно, точно. И все эти игрушечки тогда висели. Я сейчас пытаюсь найти срочно, где у меня была ещё... А, вот она. Смотрите. Вот это вот, мне кажется, что это такая невероятная классика. Я ещё две нашла. Вот это вот, мне кажется, что это была в каждом доме такая игрушка. Вот, смотрите. Тоже видите, какая она была. Но все эти игрушки были в моём детстве уже стеклянные. И они были невероятного разнообразия. Было такое количество самых-самых разных форм. Были сосульки. Вот здесь у меня есть маленькие сосульки. Но ещё и огромные сосульки тоже присутствовали. Этих игрушек мы всегда с братом разворачивали в газету. И смотрели, что за игрушка будет перед нами в этот раз. Мы видели эти игрушки с года в год. Но, тем не менее, всё равно это чудо того, что ты опять, опять там, который, завернул. И вот, например, твоя игрушка, которую ты очень-очень сильно любишь. Она здесь. То... Да, вот я гимназиста, давайте повешу. Ой, не падай только аккуратно, гимназист. То, конечно, это было каждый раз невероятное абсолютно открытие для себя, что же это такое будет. Но так было не всегда. И на самом деле, когда я была маленькая, эти все стеклянные прекрасные игрушки, которые мы так любим, которые так популярны были тогда, и сейчас их можно немало найти. В самом деле, уже успели пройти почти 100-летний путь. Потому что 100 лет до моего рождения никто такими игрушками дом не украшал. Точнее, украшали. Только очень и очень богатые люди. То есть, если в своем детстве, когда нам доверили, в моем детстве, когда мне доверили, наконец-таки, эту елку наряжать, когда у меня уже была хорошая моторика, и родители не переживали, что я всю елку сейчас разобью, и ни одной игрушки не останется. И тогда это было самое такое популярное, украшать игрушки мишурой, точнее, елку мишурой с стеклянными игрушками, то за 100 лет до моего рождения никто елку так не украшал вообще. Ну, точнее, повторюсь, это делали только очень богатые люди. На самом деле, тогда елку украшали более утилитарными вещами, теми, что было тяжело найти. Это были различные яблочки. Крымские яблочки тогда были в России. Это были, возможно, какие-то мандарины. Вот вам сейчас кажется, что мандарин, это та вещь, которая... То, что я начала, что ты спустился вниз в магазин, купил их. Мне она тогда казалась каким-то волшебством, которое появилось в другом доме. А 120 лет назад получить мандарин не было ни авиасообщения, еще только было железнодорожное сообщение и извозчики. И это все могли позволить себе только, правда, очень обеспеченные люди. Почему мы с вами говорим, что елка-то у нас такая. Украшали яблоками, украшали разными съедобными леденцами. Вот этот леденец современный у меня. Я его не храню со своего детства. Но, тем не менее, то, что можно было вкусного съесть, все это можно было на елку повесить. В богатых семьях, конечно же, вешали на елки даже какие-то золото, бриллианты и прочие украшения. Правда, стеклодувы тогда еще не научились делать такие игрушки. Говорят, что по легенде. Надо, опять же, проверить факты этого. Но имеется теория того, что когда-то такой год получился не очень урожайный, некогда было бы взять толком яблок. И тогда стеклодувы подумали вместо яблок повесить свои круглые шары. Но эти шары были очень тяжелые. У меня такой шар современный. Я могу сказать, что он из, ну, здесь, наверное, миллиметра, около миллиметра, наверное, будет стекло. И он, правда, очень тяжелый по сравнению вот с этими совсем-совсем легенькими шариками. То есть его можно повесить, я вот сюда даже не рискну. Его можно повесить только на очень такую хорошую мощную ветку. Так вот, представляете, это у меня, наверное, где-то, может быть, миллиметр. А тогда 7 миллиметров была толщина стенки у стеклянного шара. Он был очень тяжелый. И когда стеклодувы научились делать шарики тоненькие, стоили они невероятных денег. То есть за эти деньги можно было неплохо жить крестьянскому населению. Но богатые семьи, я повторюсь, что это все-таки все делали, только люди очень обеспеченные, покупали подобные шары, чтобы всех остальных впечатлить, что они себе могут это позволить. Это не исключало того, что на елке были и мандарины, и яблоки, и какие-то пряники, естественно. Но, тем не менее, вот тогда стали появляться стеклянные игрушки. И здесь я вижу комментарий, очень правильный комментарий, что декор украшает елку картонажем. Да, ребята, на самом деле, это интересная тема, потому что когда-то, когда детей до елки тоже допустили, когда им тоже можно было уже елочку украшать, дети стали украшать елку тем, что могли себе позволить. А это была бумага и картон. И вот я прошу прощения, сейчас, на секундочку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, елка у меня здесь падает, видите, в лошадковом эфире. Без него не должно ничего происходить. Вот, на самом деле, сейчас существует, это я вам сейчас покажу, может, я напрасно решилась на это действие. Сейчас существует даже такой современный картонаж, который можно приобрести. Я так немножко забегаю вперед, что сейчас очень здорово, что картон опять входит в моду, и можно купить себе какие-то картонажные вещи. Ой, не падай, пожалуйста, мое импровизированное дерево. И вот можно себе приобрести разные картонки, которые потом превратить... Покажу, например, такие вот стилизованные игрушечки, разрисовать их. Это современная вещь, которая уже готова, которая уже... Все, что осталось делать, это просто вынуть ее из вырубки и расписать красиво, повесить на елку. Конечно, дети того времени, как могли, делали какие-то свои картонные вещи. И, на самом деле, к Новому году выходили целые альманахи, где рассказывалось, как можно вырезать из бумаги сложное изделие. Потому что, на самом деле, из бумаги можно придумать все, что угодно. Естественно, самым простым действием было сделать цепочку на елочку, было сделать какую-то гирляндочку украшенную. А те дети, которые были уже половчее, придумывали варианты из картона, из бумаги сложные. Действительно, елку украшали картонными игрушками, а вовсе не стеклянными. А еще украшали той вещью, которой мне жутко нравится сейчас, и мода на которой возвращается. Она у меня тоже есть. И это называлось... То есть, что было тогда у нас в доступе? Вот прямо вот если взять, представьте себе, что ни одного магазина Леонардо 120 лет не существовало назад. И что было в доступе? Нужно было что-то, чем ты можешь пользоваться. Это был клей, это была бумага, это были ножницы уже, естественно. А еще это была вата. И вот такие вот ватные игрушечки разного-разного плана тоже дети вешали на елке. Самыми популярными, естественно, были вовсе не такие красивые и искусственно сделанные балерины, потому что можно сделать елочку из картона. Ой, точнее, из ваты. И эту елочку украсить, точнее, елочку, простите, игрушку сделать из ваты, и вот ее красиво потом разрисовать. Дети делали, естественно, те же самые яблочки, делали разного рода грибочки, и все это вешалось на елку. И елка была в картонаже, в съедобных вещах, вот в таких вот очень симпатичных ватных игрушках. И, конечно, что еще было доступно детям? И детям делали это все очень легко. На самом деле, одна из самых популярных вещей на елке были различные золотые и серебряные орешки. Вот. Эти орешками тоже были доступны детям. На самом деле, очень многие дети и должны были брать и этими орешками украшать. Естественно, что вот я сейчас на самом деле забегу немножко вперед, дети, я вам скоро буду давать задание. Небольшое, но интересное. Я этот орешек сделала очень простым способом. Я его завернула в фольгу. Вообще, его можно было покрасить тогда, его можно было покрасить акриловой краской. Но в первый момент я подумала, что в тот момент акриловой краски не было. А вот как раз-таки были такие тоненькие пластиночки, похожие на сусальное золото. То есть очень-очень-очень тоненькое. Я просто хочу, чтобы дети понимали, как это могло выглядеть. Вот эта вот фольга на толстая по сравнению с этими пластиночками. И нужно было аккуратненько снимать эти пластиночки с листа. Были они, конечно, не золотые и не серебряные. Они были сделаны из алюминий и из меди. Но блестели они на этих орешках не хуже, чем золотые и серебряные. Так вот, все это вот так вот дети украшали орешки этими самыми интересными. Точнее, украшали орешки золотом, серебром. И они висели на елке. Меня немножко поджимает время. Не хочу делать какой-то супер длинный эфир. Кое-что придется, наверное, упустить. Но я хочу рассказать две, еще одну важную штуку, которую можно как раз-таки из орешка сделать. Во-первых, у Юли, точнее, у прекрасной и очень любимой мной Кати Щеголевой не так давно в Инстаграме вышел эфир про орешки и про то, что можно сделать. А у замечательной Ксении Кинслер, которая тоже у нас здесь будет в нашем эфире, так называется тема «Мир в ореховой скорлупе». И я думаю, что там что-то интересное Ксюша расскажет и можно будет подчеркнуть. Потому что на самом деле еще из этого орешка можно сделать такое слово интересное, витиватое. «Бам-баньерку» или «бан-баньерку». Можно говорить так и так. И «бам-баньерка», и «бан-но-баньерка». Вот. В чем заключалась суть «бан-баньерки»? Если вы сейчас зайдете на современный Вайлдберрис или Озон и забьете слово «бан-баньерка», первое, что вы увидите, это огромное количество самых разных коробок. Потому что «бан-баньерка» это есть небольшая или большая разного вида коробочка. Конечно, они бывали разные. Я прошу прощения, я не успела доехать за своими «бан-баньерками». Очень мне хотелось их показать, но не смогла. Но на самом деле, ведь «бан-баньеркой» могло быть что угодно. Например, вот такую штуку я вчера обнаружила. Вы знаете, это, конечно, вещь современная. Но это современная «бан-баньерка». И внутри ее какие-то золотые бриллианты можно было спрятать. И тоже на елку повесить. Или, например, такой орешек, который можно было покрасить, раскрыть на две части, освободить от внутренностей. И тоже можно было сделать бан-баньеркой. И туда положить какую-нибудь драгоценную или не очень драгоценную штуку. Какой-нибудь драже можно было туда положить наверняка. Самый простой вариант бан-баньерки я вчера совершенно случайно увидела, которым можно даже на современную елку сделать, если вам захочется. Выглядит она вот так. Та-дам! Здесь тоже на самом деле внутри находится какая-то игрушка. Вот. И, конечно, бан-баньерку можно сделать и сейчас своими руками. И, например, вот предположите, из чего сделана моя маленькая такая симпатичная бан-баньерочка. И в такие бан-баньерки, которые были и подороже, и попроще, клали разные маленькие приятности. Конечно, в богатых семьях клали. Там императорской семье могли положить, например, сережки или колечко. А детям в семьях попроще, потому что бан-баньерочки тоже были очень разные. Можно было сделать бан-баньерку текстильную, совсем простую. В семьях попроще клали, например, какой-нибудь драже или какой-нибудь леденец. Но представляете, какое чудо! Открыть вам бан-баньерочку и внутри, например, найти сережки или, например, какую-нибудь сладость. Вот. Поэтому запомните, хорошее слово пригодится – бан-баньерка. Так, мы немножко... Выбиваюсь я всегда из эфиров. Не всё смогу рассказать на самом деле. Но зато смогу вам рассказать кое-что важное. Первый момент. Первый момент. Я решила, что нам надо с вами поиграть. Чуть-чуть. Ну, потому что я же делаю эфир не только для взрослых, но и для детей. И поэтому те дети и взрослые, которые досмотрели, честно, этот эфир до этого момента, считайте, что вы услышали магическое слово. Это слово – рождественская бан-баньерка. Присылайте мне это слово в наш аккаунт «Мастерской Тома Сор». Там ссылки на него все, естественно, есть и будут. И я вам помогу. Перешлю вам на почту. Надеюсь, что не придётся посылать куда-нибудь совсем далеко на Аляску кое-какой сюрприз. Мне очень приятно, что сегодня много людей смотрит и надеюсь, что будут смотреть ещё больше. Поэтому всем тем, кто усвоил эту информацию, рождественская бан-баньерка – это наши с вами магические слова. И, естественно, будет сюрприз для всех тех, кто пришлёт слово вообще просто «сюрприз» под этим эфиром. Не в личное сообщение мне прислать про рождественскую бан-баньерку, а под этим эфиром. Присылайте слово «сюрприз», и я хочу сейчас обратиться к детям. Помните, в самом начале сказала, что мне очень хочется, чтобы этот эфир посмотрели дети, чтобы им стало интересно. И, дорогие дети, я вам предлагаю сделать в этом году рождественскую ёлку, такой, как она была 120 лет назад. И вам это вполне под силу. Правда. Во-первых, вам для этого не нужна огромная ёлка. Представляете, можно сделать сюрприз для родителей. Такой. Когда не родители вам делают ёлку, а вы делаете ёлку для родителей. И вы маленькую ёлочку. На самом деле, я думаю, что маленькую искусственную ёлочку, даже живую, ну, скорее искусственную, найти не очень сложно. Её можно, в конце концов, под предлогом какого-то сюрприза выклинчить у мамы с папой, активно дёргая их за рукав, что вам нужна тоже такая своя персональная ёлка. Ведь вы же, чем вы хуже, чем дети в императорской семье? У вас будет своя, абсолютно точно своя императорская ёлка. А точнее, ёлка только для вас. Вы можете делать её сюрпризом для родителей. Я вам всем приготовлю, всем, кто напишет это слово, там будет инструкция по тому, как сделать свою маленькую ёлочку. Всё, что мы сегодня с вами так долго объясняли, я ещё такой помещу в красивый вид и расскажу. Например, из чего можно сделать бомбонерки, из чего можно сделать картонаж, какие-то инструкции к картонажу, что ещё висело на ёлках. На самом деле, вы можете сделать такой сюрприз для своих детей, родителей. И представляете, посмотреть на их глаза, когда они увидят ёлку, украшены конфетами в красивой упаковке, вашим персональным картонажем, который, правда, несложно сделать, которые украшены разными вот такими орешками. А как сделать орешки, я вам уже рассказывала. И ещё расскажу в специальной нашей сюрпризной брошюрке. Вот. И, конечно, в общем, сделать такой сюрприз. Единственное, что, наверное, я вам не рекомендую, это зажигать живые свечи, потому что с огнём работать, правда, опасно. Не стоит. И на самом деле, правда, вот эти ёлки, какие бы они ни были красивые, но служили причиной большого количества пожаров в Москве. Потому что ёлки, к сожалению, загорались. Потому что вся эта красота, иногда за ней невозможно было уследить. И даже на больших ёлках существовало такое, люди делают такую палку длинную, которая была смочена, тряпка на конце была, или, может, какая-то вата, смоченная водой, чтобы можно было очень быстро-быстро-быстро потушить, во-первых, саму свечку, если вдруг они видели, что свечка догорала. А, во-вторых, если вдруг у тебя начался какой-то локальный пожар, его попытаться таким образом предотвратить. И всегда рядом с ёлкой стояло... стояло такое ведро с песком. Потому что эту ёлку, когда она загоралась, нужно было срочно опрокинуть и срочно начинать тушить. Потому что действительно, к сожалению, ёлки были причиной пожаров в самых-самых разных семьях. Вот, поэтому, дорогие дети, с огнём открытым работать опасно. Лучше попросить у родителей какую-нибудь гирлянточку, чтобы у вас эта ёлка была. Так, друзья, рассказать ещё, наверное, совсем кратко. Просто у меня ещё столько всего заготовлено, что я думаю, что, может быть, это сделать каким-то отдельным эфиром и рассказать про ещё те традиции, которые были, потому что их много. Или, может быть, это всё включить, опять же, во что-нибудь такое красивое, сюрпризное. Сейчас подумаю, потому что мы уже с вами в эфире целый час. И хорошо, если для тем, кто до слова рождественская домпаньерка дожил. Наверное, расскажу вам чуть-чуть и кратко. Во-первых, ответить нужно на вопрос. Ответить нужно на вопрос, писал ли письма Деду Морозу Александр Сергеевич Пушкин в прозе и в стихах. Вы помните, с чего мы начинали? И ещё ходил ли, знал ли Александр Сергеевич Пушкин песенку про «В лесу родилась ёлочка» и что просил, сколько раз уже было вокруг ёлочки, и пройти Александру Сергеевичу Пушкину, прежде чем он мог получить подарок. Давайте тогда немножко разберёмся. Смотрите, я вам два параграфа прочитала. Третий. Сейчас пройдусь чуть-чуть покороче. Параграф номер один. Он у нас говорил о том, когда появилась ёлка в России. Помните? 1700 год. Указ Петра. Кто ещё с нами был? И только 1818. Александра Фёдоровна. Это прусская уроженка Шарлотта. А Пушкин у нас родился в 1799 году. Только когда Пушкину исполнилось 19 лет, впервые, впервые была проведена ёлка в императорском дворце. И только в 1852 году, когда уже Александр Сергеевич Пушкин, к сожалению, встретился на дуэле с Дантесом, была проведена первообщественная ёлка. Поэтому маленький Пушкин, хороводы вокруг ёлки, к сожалению, делаем вывод, дети, исходя из двух параграфов в нашей школе магического волшебства, Александр Сергеевич Пушкин много что имел в своей жизни. Но вот рождественской ёлки, к сожалению, он никогда в своей жизни не видел, потому что такой традиции не существовал. А ещё сейчас, если у нас в эфире есть маленькие дети, которым 3, 4, 5, 6 лет, я вам скажу по секрету. Точнее, скажу вам так. Закройте уши, сейчас вам это слышать нельзя. Родители, срочно уберите маленьких детей от голубых экранов. Это важно. Старших детей можете уже оставить. Потому что у нас ещё был один вопрос. А в прозе или в стихах писал Александр Сергеевич Пушкин письма Деду Морозу. Предположения, я думаю, что у вас были. Он был больше поэт или он больше был прозаик. Но вот получилось так, что, во-первых, Дедом Морозом, Деда Мороза начали называть только после Октябрьской революции и Снегурочка, то он обзавёлся не так давно. А до этого его называли Рождественский Дед. И появился он в нашей стране не так давно. Тоже это был конец 19-го, начало 20-го века. И более того, называли его в тот момент иногда Рождественский Дед, а иногда так Рождественский Старик. И была у него такая очень интересная функция. Так, видите, я обещала себе, что у меня не больше двух свечек догорит, пока я буду эфир вести. Вот у меня старая свечка догорает, поэтому для меня это признак того, что пора, наверное, немножко закругляться. Хотя, повторюсь, не всё я успела рассказать, но эта тема очень-очень ёмкая. Рождественский Старик его называли, и иногда всем их делали следующим образом. То есть я рассказывала, что нужно было сделать сюрприз детям. Некоторые дети даже думали, что правда ёлка вдруг по волшебству появляется в его доме, потому что настолько скрывали родители о том, что эта ёлка появится. И поэтому, например, всех детей звали к какому-нибудь окну. Говорили, вот смотрите, смотрите, старик идёт, старик идёт, смотрите, вот он там, вот. И кто-то, обычно, конечно, это были крестьяне ряженые. Не ряженые, а просто с огромным мешком. Никаких не было там специальных атрибутов. Шли что-то там издалека неся. И вдруг детей звали в другую комнату. Дети открывали двери. И перед ними оказывалась огромная, красивая, украшенная, как мы сейчас с вами обсуждали, ёлка. Вот так вот. То есть, я надеюсь, что малыши это не услышали, но действительно, Александру Сергеевичу Пушкину подарки на Рождество приносили. Рождество тогда уже отмечали. Но подарки приносили его родители. Или, может быть, какие-то родственники. Но чаще всего это были мама с папой. Рождественский дед или рождественский старик. О существовании Александра Сергеевича Пушкина ничего, к сожалению, не знал. И в этом плане Александр Сергеевич Пушкин очень близок к нашему мальчику Вилле Большие Карманы. Минутка хорошей информации, что Ася Ванякина проводит у себя, точнее, на сайте «Улитка» последнюю встречу с Виллем. И Вилле тоже не получает, к сожалению, подарков от Деда Мороза. Хотя он пишет эти письма Деду Морозу, но, возможно, он не получает эти письма Деду Морозу. И вот Вилле решает отправиться на кругоцветное путешествие, на маленьком бумажном самолетике, чтобы узнать, почему Дед Мороз не пишет, точнее, не присылает ему подарков. Вот видите, можно целый вопрос было вначале задать, что вообще у Пушкина и мальчика Вилле. Маленького мальчика, который на самом деле не гном, но он совсем маленький, 10 сантиметров всего. Я вам прям честно очень рекомендую принять в этом участие, потому что у меня сама, сама я тоже 8 лет назад с детьми играла. Это не мой абсолютно адвент, это адвент Аси Ваняки, но тем не менее. Так, что мне хочется вам еще предложить все-таки рассказать, кратко хотя бы. Первый момент. Должна я немножечко все-таки рассказать о нас. В мастерской Тома Сойера мы делаем в этом году антиквардные елки, которые будут посвящены именно такому волшебству, как елки отмечали несколько, не столетий назад, на самом деле всего 100-120 лет назад, где, конечно, очень хочется с детьми погрузиться во всю эту атмосферу волшебства. И где мы при помощи, точнее с участием и ведра с песком, и, естественно, современных средств огнетушения, зажжем-таки на елки волшебные. Вот они такие. Здесь немножко все покосилось за время эфира свечки. Потому что мне кажется, это правда невероятно красиво, когда такая свеча у тебя горит, и когда вся елка переливается. Это раз. То есть нам можно на елке, у нас очень всегда все туго с местами, на наших домашних елках. Но в этом году мы решили, что мы еще будем делать выездные мероприятия. Никогда до этого не делали. Восемь лет лично я тоже провожу наши домашние елки. Они каждый раз имеют разную тему. В прошлом году это был великолепный щелкунчик. Такой наш целый иммерсивный театр получился. Тоже мной чистосердечно любимый. Но мы стали делать выездные мероприятия для всей компании. Поэтому можно прийти туда. Можно устроить елку антикварную, домашнюю. У себя действительно прям домашнюю, домашнюю. Не потому что она только так называется. Точнее, на что елка не только так называется. Я на самом деле ее очень люблю, потому что она очень камерная. Потому что туда приходят те дети, которых мы каждый знаем по имени. Даже если к нам прийдет в первый раз, мы выясним, как вас зовут, и сколько лет ребенку. И всегда адаптируем программу таким образом, чтобы мы знали, что вот у нас придет такой-то или такой-то мальчик, что больше будет мальчиков или девочек. То есть мы всегда делаем такие очень камерные мероприятия на 15, не больше, чем 15 человек детей. Ну, поэтому с местами у нас всегда все туго. Но вдруг вы захотите, пишите мне. Мы с вами рассмотрим какой-то вариант, чтобы мы могли приехать к вам. Потому что наш программ, правда, очень волшебный. Не хочу на это тратить много эфира. Просто приходите к нам в аккаунт, смотрите. Мы много чего волшебного умеем делать. И праздники, и разные мероприятия. Все, минутка саморекламы закончилась. Что еще? Я предлагаю вам, конечно, сделать антикварную елку у себя дома. Первый момент. Я вам рассказала, что слово сюрприз поможет вашим детям сориентироваться, как сделать красивую елку в домашних условиях, как ее посадить, чем ее украсить. Еще я вам расскажу очень кратко. Правда, я переживаю, что очень длинный у нас эфир получаете. Но напишите мне лично. Я, может быть, просто действительно сделаю отдельный эфир еще где-нибудь у нас или перенесу это на следующий год. Я же не июля обещала, что 1 декабря следующего года я тоже смогу принять участие в Сирене Вене. Пусть каждый третий год подряд или четвертый, 1 декабря будет моей даты. Я хотела сказать про развлечение, потому что это правда очень важный момент, когда вы делаете елку, что можно придумать. Что тогда было в моде? Что тогда и сейчас можно перенять? Первый момент – это, конечно, домашний театр и маскарад. Маскарад к нам пришел, потому что на рождественских праздниках как раз-таки из кон русских было принято клядование. Клядовщики... То есть русская традиция – это не елку ставить, это на Рождество приходить клядовать. И клядовщики одевались в разные наряды. Кто-то родился козлом, кто-то мужичком, кто-то, наоборот, бабой. Если это был какой-нибудь парень, он мог себе надеть тулуп и какую-нибудь бойкую бабу изображать и танцевать. А наоборот, какая-нибудь деваха могла... И такие именно слова применяли, да. Это я для детей говорю. Что можно было... Она могла, наоборот, под мужичка присоединиться, точнее, нарядиться. И все эти маскарады, они, собственно, пришли как раз-таки из традиции клядования. Клядовщики входили с рождественской звездой. Вот как на самом деле отмечали Рождество у нас в России много-много-много лет назад. И пели песни, получали за это какие-то сладости. Это, на самом деле, замечательная традиция. Мы с детьми у себя в садике ее регулярно и каждый год реализуем, когда просто действительно учим разные клядочные песни и ходим по соседним домам, поем эти песни. Не вечером, конечно, в дневное время, но это такой для детей, такой невероятный опыт. Вообще просто нарядиться и пойти попеть. Вот это, наверное, та традиция, которой очень жалко, что она у нас утеряна. И если вдруг вам захочется немножко клядовать, сходить к друзьям и к знакомым, а может быть и к незнакомым людям. Потому что мы однажды клядовали вообще в магазине «Пятерочка». Мы пришли туда и играли на гитаре, или на балалайке мы играли. Мы несли рождественскую звезду, были переодеты в самых разных существ, пели песни и получили в результате у «Пятерочки» на кассе какие-то вещи. Все улыбались. Хотя это казалось странным, но тем не менее все улыбались. Поэтому клядование – это было одно из развлечений на Рождество. Маскарады, театры. Очень были популярны домашние театры. И здесь тоже не буду останавливаться. Скажу, что вчера был классный эфир у Александра Токарева, театра «Ярила», про теневой театр. Его можно сделать своими руками. В прошлом году Саша тоже очень много рассказывал про театр. В прошлом году Лена Абрамова, которая тоже будет выступать в нашем эфире, рассказывала про цветные тени. И это очень здорово. Вот просто пересматривайте старые эфиры. Я не являюсь настолько крутым специалистом, чтобы сейчас перебить их рассказ о театре. Да и нет у меня такой цели. Правда, посмотрите их эфиры. Прошлогодний эфир был, по-моему, прошлогодний эфир был у Лены с цветными тенями. А Саша всегда рассказывает про теневой театр. Он является большим-большим специалистом в этом вопросе. Смотрите, он здорово рассказывает и поможет вам сделать домашний театр. Правда. Представляете, на Новый год сделать домашнее представление. А это было очень принято. Это было очень развито. Показывать спектакли детям, когда родители ставили. И когда дети показывали что-то родителям тоже. Еще очень интересный момент. Правда, я хочу это реализовать на наших елках. Не буду рассказывать подробности, как. Но были очень модные живые картины. Когда это делалось даже не в системе домашней, не в системе семьи. А это происходило, когда просто целая семья или несколько семей готовили живую картину для общественного выступления. То есть люди выбирали какую-то картину или какой-то иногда, не только это могла быть картина, а какой-то отрывок из известного произведения. И наряжали детей, наряжались сами. И где-то на площади, в специально отведенном месте. Вот эта семья изображала эту работу. Нужно было понять, что они сейчас показывают. То есть такой, знаете, вариант семейного крокодила. Мне сама по себе эта идея с живыми картинами кажется невероятно классной. Кажется невероятно интересной. Ее хочется абсолютно точно реализовать. Вот мы на елках будем делать, но пока не расскажу, как. Но берите себе на вооружение, потому что, правда, можно, особенно на больших мероприятиях, эти живые картины реализовывать. Игра была, конечно, очень популярна в Фанты, когда дети и взрослые, каждый, эта игра до сих пор, на самом деле, я ее в своем детстве хорошо помню, кладут в мешок какой-то свой предмет и пишут записку с заданиями. И вот есть ведущий, который достает из мешка, не видя, что он там достает, какой-нибудь предмет, например. Вот видите, у меня есть маска, я хотела как раз теме маскарады рассказать. Уже про маскарад рассказала. Так, это чья это маска такая, это чьи это фанты, вот что нужно сделать этому фанту. И потом нужно было тянуть фанту, что он будет делать. А там были самые разные задания интересные. И мне кажется, что просто, если вы отмечаете Новый год с большой семьей, ребята, делайте фанты, классная игра, детям и взрослым очень понравится. Конечно, на Новый год отправляли открытки. Это та традиция, которую точно хочется возрождать. Я вот сейчас вам немножко в третьем параграфе моего рассказа решила перечислить то, что было бы интересно на Новый год сделать, что является традицией не всегда забытой, но не всегда мы ее вытаскиваем на поверхность. Потому что сделать открытки, вот на самом деле в конце 19-го, начале 20-го века даже альманахи специально выпускались, где красивым было рассказано, как красиво почерком написать просто открытку. Поздравляю, люблю, там, проходите в гости. Дорогой маменьки с пожеланием самого, с пожеланием благополучия от, например, там, старшей дочери Лели. Или дорогому папеньке, дорогому дедушке, бабушке. Вообще родственникам и не только были целые альманахи, как составлять поздравительную открытки. И вот на рубеже веков они стали невероятно популярными. Это открыточки, которыми хочется до сих пор любоваться. И я вам хочу такую предложить мысль людей. Ну, во-первых, я вам обещала, что будет сюрприз на магические слова. Те, кто сейчас присоединился, смотрите, эфир полностью. У нас там было магическое слово. И это слово поможет вам сделать ваш Новый год более антикварным. В этом году мы в мастерской Тома Сойера печатаем наши открытки. Я подумала, что, пожалуй, это будет традицией не только мастерской, но и вообще нашей семьи. Очень жалею, что эта идея мне не пришла в голову раньше. На самом деле сейчас огромное количество существует типографий, где можно за небольшие деньги напечатать открытки, нарисованные лично вами или вашими детьми. Тираж будет стоить не каких-то гигантских денег. На Новый год мы сейчас такое количество тратим на всякую разную ерунду. И вообще в середине ноября у многих людей, главное, больше что же подарить, у него все есть. Так вот, на самом деле открытка – это та вещь, которая потенциально может перекочевать к вашим внукам. Открытка нарисована, например, вами, дети, или вашими родителями. Я все время обращаюсь к детской аудитории, потому что я обещала, что этот эфир, мне очень хочется, чтобы посмотрели дети, чтобы он был им понятен. Рисуйте открытку, которую в дальнейшем можно будет напечатать в типографии и красивым почерком подписать и в конверте, в теплом конверте. Сейчас очень большое количество разных сообщений отправляется, откуда только не отправляются эти сообщения. Из WhatsApp, из Telegram мы видим кучу поздравительных открыток в электронном виде, но практически исчезла культура, которая на самом деле является теплой культурой, которая тогда, сто лет назад, была очень популярна. Это культура живой открытки. В моем детстве мы еще эти открытки получали. У меня сохранилась огромная коллекция этих открыточек, которые мы получали. И каждый раз, открывая почту, ждали, кто еще нас поздравил. Какие родственники, живущие в Белоруссии, где-то в Минске, живущие в Казахстане, прислали открытку нам. И мы тоже ходили на почту, каждый раз оставляли эти письма. Напечатать все открытки. Пираж в 50 штук, в 20 штук, в 100 штук. Правда, он будет действительно не очень дорогим. Подпишите их красиво и отправьте тем людям, которые вам дороги, которым вы хотите, чтобы эта открытка сохранилась. И эта открытка также может, одних не может и должна сохраниться в вашей семье. Представляете, если ваши внуки, когда будут обсуждать, какие были традиции у моей бабушки, будут открывать или дедушки, будут видеть эти открытки, будут улыбаться, этим игрушкам, которым достались вам, и, точнее, с вашей новогодней елки. Помните, какое задание я вам сегодня дала? Делать небольшую антикварную елку у себя дома. Сюрприз для родителей, для ваших. Я к детям обращаюсь, родители, на всякий случай вам напоминаю. Представляете, если эти игрушки сохранятся на 50, на 70 лет. Это весь картонаж, который вы делаете, бомбоньерки, которые вы придумаете, подарки. И вы сможете через 50 или 70 лет открыть эту коробочку. И посмотрите, подумайте, а как изменился мир, как изменились люди, как изменилась традиция праздного, торжества и Новый год. И что новое сейчас, а что было тогда. Наверное, на этом тема не исчерпана, но час двадцать, мне кажется, что это многовато для прямого эфира. Если очень захочется, то пишите. Я подумаю, как рассказать больше об играх, потому что больше всего я как магистр магии люблю создавать волшебство с детьми и с детьми играть. Очень хочется, чтобы мы с вами, может быть, сделали какой-то дополнительный эфир, если будет интересно, или придумали какие-нибудь игры. Потому что тема антикварного Нового года, такого Нового года теплого, традиционного, она очень важна. Вообще сохранение традиций, знания своих традиций, это правда очень ценно. Это корни, которые нас соединяют с нашим родом, большим таким нашим родом. Не всегда это должен быть род только вашей семьи. Но вообще глубина погружения в свою историю. Живую историю, настоящую историю. Не только в цифрах. Приятно, что вы пишете, спасибо. Мне тоже было очень приятно видеть, что много людей было на эфире, что вы пришли, послушали. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, какие-нибудь значки. Я сейчас не как волшебница, а как блогер заговорила. Вот, поставьте, пожалуйста, какие-нибудь хорошие комментарии. Конечно, обязательно давайте ссылку и на эфир, и на «Делись и делай». Приходите на те эфиры, которые будут. Потому что будет впереди, точнее дальше, еще будет Аня Новикова. Моя любимая Аня Новикова выступать. Будет еще Даша Брязгина из «Добрых праздников». Будет еще Наташа вещать из Армении. Наташа Добрый Жук. Будет еще Катя Щеголева рукодельная рассказывать ее эфир. Я тоже никогда не пропускаю. Будет еще Ксюша Кинцлер, создатель «Дома на крыше». Вот, будет еще очень много хороших феи-волшебников. Если кого-то забыло, феи-волшебники. Все эфиры планируются посмотреть, абсолютно все. Приходите, смотрите. Дорогие дети и взрослые, ставьте комментарии. Давайте ссылки. Все, я не могу с вами распрощаться. Просто вынуждена это сделать. Всем, да, театр «Бусы из Минска». Вот Юля подсказывает. Точно, театр «Бусы из Минска» точно никогда не пропущу. Я тоже их очень-очень сильно, девчонок очень сильно люблю. За ними слежу, за тем, что они делают. Вот. Лизу Арье пересмотреть весь эфир. Сашу Токарева посмотреть. Аня Ломако посмотреть. Юлю посмотреть. Четыре раза. Все. Я повторюсь с вами. Тяжело распрощаться. Люблю вас. До новых встреч. Пойду пробовать сохранить эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...